Архип Иванович Куинджи Архип Иванович Куинджи родился в 1842 году в подместе Мариуполя. Красивая и необычная для славян фамилия произошла от прозвища деда-художника, которая в переводе с турецкого означает «золотых дел мастер». Детство и юность Архип Иванович провел, работая подмастерьем у строителя, затем у хлеботорговца, однако все это время грезил рисованием. Мечты о живописи привели его в Феодосию. Здесь Куинджи познакомился с Иваном Константиновичем Фесслером, у которого впоследствии обучался живописи. В 1880 году по Санкт-Петербургу устали ходить слухи, что художник трудится над новой картиной небывалой красоты. Публика была заинтересована настолько, что Куинджи пришлось на два часа по воскресеньям пускать посетителей в мастерскую, чтобы те могли заранее посмотреть на будущий шедевр. Среди именитых гостей были живописец Иван Николаевич Крамской, писатель Иван Сергеевич Тургенев, ученый Дмитрий Иванович Менделеев, а коллекционер Казма Терентьевич Солдатенков и вовсе стал помышлять о покупке работы. Впрочем, досталась она не ему, а великому княжу Константину Константиновичу Романову, который приобрел ее за огромные деньги и прямо в мастерской, и впоследствии даже взял ее с собой в кругосветное путешествие. В результате «Лунная ночь на Днепре» стала одной из самых известных картин художника еще задолго до завершения. Она же оказалась единственной на персональной выставке Куинджи, открывшейся в зале общества поощрения художников. Еще более удивительно, что картина, представлявшая собой довольно скромный пейзаж, вызвала настоящий фурор. Сам автор называл ее произведением всей своей жизни. Чтобы посмотреть на полотно, во избежание давки публику пускали в галерию группами. Все свое мастерство живописец направил на передачу светотеней и выстраивание композиции. Грамотная проработка того и другого позволила сделать изображение объемным. Зритель словно входит в картину, оказываясь в самом сердце бархатной украинской ночи. Годная гладь Днепра безмятежна. Деревенские домики белеют лунном свете. Многочисленные элементы пейзажа поглощены бесконечной и необъятной вселенной. Эффект глубины пространства художник передал с помощью мастерского сочетания цветов. Теплый алый тон земли противостоит холодным серебристым оттенкам воды и неба. Мелкие темные мазки на ярких бликах добавляют свету вибрации. Поскольку в полной мере эффект лунного сияния мог проявиться только при искусственном освещении, художник попросил завесить окна в выставочном зале и направить на картину луч электрического света. В сумрачном помещении холодный блеск Луны становился поистине завораживающим и притягательным. Некоторые даже пытались взглянуть на обратную сторону холста, чтобы найти там некое специфическое устройство для подсветки. Субтитры создавал DimaTorzok